Здравствуйте! Представляю вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки с 23 по 27 января. В Якутии построят рекордное количество объектов социального назначения. В текущем году в Республике Саха планируется возвести 72 социальных объекта. Это рекордное количество за истекшие 5 лет. В их числе 12 объектов культуры, 26 объектов здравоохранения, 6 детских садов, 9 спортивных объектов, 1 объект дополнительного образования и 1 социального обслуживания. Кроме того, будет построено более двух десятков школ. Социальная сфера – весомый фактор устойчивого развития северных территорий. Именно он определяет привлекательность региона для жизни людей, напрямую влияя на их потенциал детальности и жизнестойкости. Законопроект о системе мониторинга мерзлоты рекомендован к первому чтению. Тумский комитет по экологии одобрил законопроект о создании системы мониторинга многолетней мерзлоты. Госдума рассмотрит предложенный документ в течение весенней сессии. Создание такой системы давно назрело. Креолитозона постепенно изменяется под воздействием климата. В свою очередь, разрушение мерзлотных слоев формирует целый ряд опасных рисков. Под угрозой находятся жилые и промышленные объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура севера. Запуск системы поможет понять динамику этих процессов и подготовить адекватный ответ на связанные с ним вызовы. В Петербурге выросло количество студентов из Заполярья. Популярность обучения в северной столице России среди жителей АЗРФ растет. Более 22 тысяч студентов, получающих высшее образование в петербургских вузах, в нынешнем учебном году прибыли из арктических регионов страны. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился на 5%. Подобная тенденция наблюдается в сферах профтехобразования и аспирантуры. Эти результаты не случайны. Исторически сложилось так, что многие вузы Петербурга специализируются на Арктике. На данный момент в городе доступно образование по более чем 50 северным направлениям. Винтершелл Диа покидает Россию. Немецкая нефтегазовая корпорация Винтершелл Диа прекращает деятельность на российском рынке и выходит из российских активов после исполнения действующих обязательств. Это решение затронет прежде всего совместные проекты, реализуемые в арктической зоне РФ. Ожидаемый убыток от списания активов корпорация оценивает в 5,3 миллиарда евро. Уход еще одного крупного зарубежного игрока из нефтегазового сектора России создаст дополнительные сложности для отрасли. Ведь участие иностранцев обеспечивает не только инвестиции, но и доступ к передовым технологиям и оборудованиям. Резидент ТОР столица Арктики инвестирует в газовую перевалку. Более 2,4 миллиарда рублей вложит в развитие Кольского заполярья новый резидент территории опережающего развития столицы Арктики – компания «Арктическая перевалка». Она построит в акватории Баренцева моря перегрузочный комплекс для СПГ. Сжиженный газ, привозимый из порта Сабета, газовозами рядового класса, будет переваливаться там в плавучее газохранилище, либо на обычные СПГ-танкеры. Плановая мощность комплекса составит более 20 миллионов тонн СПГ в год. Запуск проекта поможет повысить рентабельность экспорта с арктических заводов по производству сжиженного природного газа. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok